Проповедь 149 Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Исайя 35 глава 3 стих Лень может парализовать человеку руки и ноги. Руки становятся тем сильнее, чем больше ими пользуются. У кузнеца сильный кулак, потому что он всегда работает с молотом. У альпинистов и у людей, проделывающих каждый день пешком несколько миль, сильные ноги. А те, кто неподвижно сидит дома и мало ходит, те устают уже от небольшой прогулки. Использование наших членов делает нас сильными, а лень, напротив, слабыми. Многие из вас были бы сильнее, если бы они больше работали. Какое ленивое общество представляет собой христианская община? При общем рассмотрении можно заметить, что в Церкви Иисуса Христа больше ленивых субъектов, чем в любом другом человеческом обществе. Есть несколько усердно служащих Богу. Но как многие из вас довольны тем, что могут сидеть на своих местах и слушать проповеди, ничего не делая для дела Господнего? Многие из вас за всю свою жизнь не приобрели ни одной души для Христа. Спасение бедных людей не волнует ваши сердца. Вы никогда не обращаетесь к Богу в серьезной молитве за ваших соседей, которые еще находятся на пространном широком пути. Время от времени, встретив пьяного, вы говорите «О, как ужасно!» Но на этом ваш интерес и кончается. Что вы, собственно, делаете? Мы должны найти более горячие сердца и вести более деятельную жизнь, иначе Церковь Христа умрет от лени. Если ваши колени слабые, то служите ими Богу как можно лучше. Если ваши руки бессильно повисли, то работайте этими руками и просите Бога укрепить их, пока они не станут снова сильными. Посещай больных, помогай бедным, учи незнающих, утешай удрученных. Ты увидишь, что таким путем твои руки будут сильнее, и твои колени перестанут дрожать.